Дорогие друзья, мы начинаем с вами бесплатный видеоурок номер 3. На связи Данил Ветров, основатель и преподаватель школы 3dartist.biz, где мы помогаем вам освоить 3d визуализацию домов и квартир на востребованном уровне и зарабатывать удаленно от 30 до 300 тысяч рублей. Итак, в этом уроке, что мы с вами будем делать? Мы с вами пройдем основные модификаторы, далее мы сделаем специальную рендер студию, в которой можно будет визуализировать красиво предметы интерьера и после этого я скажу вам, что мы будем делать дальше, после этого видеоурока. Итак, мы приступаем. На прошлом уроке мы с вами ознакомились с основными командами. В этом уроке мы начнем, вот как я сказал, с модификаторов. Первый модификатор это модификатор band. Где он находится? Где все модификаторы вообще находятся? Они находятся в этом разделе модифи. Он выглядит как такой вот четвертинка круга. Для того, чтобы применить модификатор, нужно сделать какой-то примитив, либо какую-то модель взять. Мы возьмем бокс. Построим бокс. Если мы посмотрим в него настройки, то у него стоят сегменты по всем сторонам по одному. Ну, количество сегментов важно, и мы этого сегодня коснемся, но пока начнем с единичек. Итак, вот он наш бокс. Мы переходим во вкладку модифи. Здесь находим модифер лист. Открываем его простым щелчком и находим band. Что делает band? Он искривляет фигуру по одной из оси и делает наклон, угол наклона. Вот, например, здесь стоит Z, значит, по вертикали. Переключимся на другую ось. Мы видим, как происходит вот такое вот сужение или, наоборот, расширение. И вспоминаем, что у нас стоят сегменты по одному. Если мы поставим больше сегментов, давайте посмотрим, что произойдет, то наша фигура начнет уже более красиво изгибаться. То есть, не просто сужение, а действительно поворот по углу. Окей. Ну, где такое можно применить? Можно применить это, скажем, в каких-то архитектурных деталях, где нужен поворот. Мало того, мы можем настраивать его по-разному. Сделать, допустим, сначала по Y поворот, потом перевести его через правую кнопку мыши в Editable Poly, снова положить Bend, и теперь по другой оси сделать изгиб или наклон. Ну, вот такую фигуру мы получили. Идем с вами дальше. Следующий модификатор, очень полезный. Это FFD. Сейчас я его покажу. Сначала построим боксик. Я поставлю по 5 сегментов. Четкое количество не так важно. Главное, чтобы по всем осям были сегменты. И выбираю FFD 4х4х4. У нас появляются такие вот сеточки оранжевые. Для чего они нужны? Если мы перейдем на вот этот уровень, где написано FFD, и раскроем через плюсик, выберем Control Points, сможем выбирать эти точки пересечения, грани вот этих оранжевых, и тянуть за них. И получится, что мы можем изменять фигуру, скажем так, вручную, и делать из нее то, что нам нужно. Ну, например, вот такую какую-то фигуру сделать. В общем-то, хватая за любую точку, мы можем ее потянуть. Иногда нужно подкорректировать, например, какую-нибудь подушку, может быть, штору, ну и другие элементы. или предметы интерьера и экстерьера. Окей. Хорошо. Идем дальше. Следующий модификатор. Это модификатор Latisse. Это, скажем так, грани. И вот сейчас я нарисую, и вы все поймете. Если мы выберем уже не Box, давайте на примере другом разберем, а сферу. То есть сферу. Сделаем вот такую сферу. Зайдем в настройки эти сферы. Настройки сферы также находятся в модифе. Здесь настроим так, чтобы сфера была похожа на купол. Для этого напишем 0,5 напротив хем-сфер. И применим к этой сфере модификатор Latisse. Вот такая конструкция получилась. Как вы видите, грани сферы превратились, скажем, такие рамы, в конструкции, похожие на раму. И места пересечения этих рам сделались таким ромбиком. Мы можем настраивать эти рамы. Опять же, в модифе все эти настройки остаются. Мы можем их изменять. Ну, допустим, Stratz, Radius. Мы тут можем уменьшить, либо увеличить размер этих граней. А ниже, в Joints, можем уменьшить размер элементов на пересечениях рамы. И так же выбрать, какой они могут быть формы. Тетра, Окта и Коса. Если увеличить количество сегментов, то мы сможем сделать более красивую фигуру. Но много ставить не стоит, потому что при просчете на рендере это будет все долго считаться. Так же можем сделать поменьше. Вот. Ну, как вы видите, для каких-то архитектурных форм это бывает нужно. Это можно сделать и со сферой, и с боксом. Допустим, это какие-то там конструкции высотного здания. Какой-нибудь небоскреб сегментов. Давайте побольше поставим. Например, вот так. положим модификатор латис. И вот что мы получим. Часто это бывает нужно. Ну, с настройками вы сами, я думаю, поиграйтесь, посмотрите и сделайте, если вам нужно будет это, именно те размеры, которые вам по проекту нужны. Идем дальше. Модификатор noise. Нарисуем боксик. Представим, что это какой-нибудь там кирпич. И положим на него модификатор noise. Noise, что он делает? Он делает искажение, шум. Если мы зададим в разделе strength или strange размеры, допустим, по x 10, по y 20, по z 5, то как раз таки по этим значениям начнется искажение. И появляется шум. Шум настраивается за счет раздела noise, scale и seed. Scale это то, насколько ярким этот шум является, сколько раз он повторяется на нашей фигуре. А seed это вариативность этого шума. То есть, шум остается тот же, но просто он меняет свою конфигурацию. Вот. Зачастую для кирпичей каких-нибудь, либо для придания неровности дороги, там еще чему-нибудь нужно применять этот модификатор. Но когда мы его применили, он слишком некрасиво выглядит. После этого желательно применить к нему следующий модификатор. Это модификатор Turbo Smooth. Находим Turbo Smooth и он нам делает смягчение. Давайте посмотрим, как было до него. Вот такие острые грани, а с ним мягкие. И становится очень похоже на настоящий камень или булыжник, если бы мы сделали поменьше нойз. окей, ну думаю суть вы выловили. Идем с вами дальше. Следующий модификатор, который мы часто используем, напомню, что мы проходим в этих уроках, вообще на всех наших уроках, только то, что пригодится на практике, все изучать не обязательно. И следующий из таких основных модификаторов это модификатор Shell. Для этого мы нарисуем Plane, то есть плоскость, чтобы продемонстрировать модификатор. Она имеет нулевую толщину, то есть без толщины. Но если мы применим модификатор Shell, найдем Shell. Для того, чтобы быстро искать модификаторы, при открытии модификатор лист, можно, при открытии модификатор лист, можно нажать на первую букву название плагина Shell. Я нажимаю английскую букву S и перемещаюсь в раздел с буквой S. Нахожу здесь Shell и появляется маленькая толщинка. В параметрах Shell есть Inner Amount, то есть грубо говоря внутренняя толщина и Outer, это внешняя толщина. Настраивая эти толщинки, мы в одну и другую сторону можем отложить нужную нам толщину. Где это обычно применяется? Ну допустим, вспомните предыдущий урок, мы делали с вами стекло. На раме получилось у нас стекло. Чтобы придать толщину красивую, как на обычном стекле, применяем этот модификатор Shell. Либо же на второй ступени, когда мы делаем одеяло, может быть штору, мы делаем ее также из плоскости обычной, когда она уже сделалась, красиво лежит, но не имеет еще толщины, мы придаем ей толщинки, то есть такой модификатор, который нас выручает. Собственно из таких основных модификаторов это все, но единственное еще раз напомню, в прошлом видео мы об этом говорили, но я все же напомню, если мы будем рисовать какую-то фигуру с помощью line, spline, разных spline и так далее, то есть с помощью таких линий и захотим ей придать высоту, толщину, мы в этом же модиферлисте или модиферлисте найдем найдем экструд вот он экструд и зададим высоту окей хорошо это основные модификаторы и сейчас мы приступаем с вами ко второй части мы с вами сделаем специальную рендер студию рендер студия у нас будет рендерить вот такие картинки сейчас я вам показываю картинку со второй ступени это рендер студия которую вы видите на картинке посчитанной используется для настроек материалов сейчас мы с вами ее создадим настроим и сделаем вот такой вот чайничек как на картинке бесплатного курса хорошо ну давайте я сначала покажу как выглядит эта рендер студия уже собранная она состоит у нас из вот такой основы из такой дуги а здесь посерединке уже располагаются основные предметы может быть материалы может быть какие-то предметы для предметной визуализации по бокам от этих предметов располагаются специальные осветительные источники вире вире лайт они у нас светят с разными цветами то есть если мы зайдем в настройки мы увидим например в этом источнике оранжевый цвет я дальше расскажу как это делается а в другом источнике такой голубенький и также здесь есть камера из которой мы делаем рендер если я перейду в эту камеру то мы увидим вот такую ситуацию хорошо итак ну давайте создавать эту рендер студию для того чтобы сделать нормальную рендер студию нам нужно сделать не просто абстрактные какие-то размеры для нее а задать примерные размеры скажем так большой комнаты для этого мы сначала нарисуем боксик он просто нам нужен для основных размеров чтобы примерно прикинуть какой величины делает рендер студию и зададим такие ему размеры это все примерно 12 на 6000 6000 так 6000 и по высоте 4500 примерно ну получился такой боксик сегменты не имеет значения это просто для скажем так как калька как основной формат в этой пределы в пределах этого боксика у нас будет вот эта основа это дуга давайте мы нажмем alt double чтобы перейти в другую проекцию посмотрим где нибудь сбоку допустим front да front нам подойдет нам нужен именно торец потом перейдем в раздел shapes то есть линии грубо говоря нажмем здесь line и в границах этого боксика начнем рисовать этой line нажимаем нажимаем shift чтобы ровно получалось примерно вот здесь щелкаем еще раз зажимаем кнопку левую кнопку мыши для того чтобы получилось скругление отпускаем сделаем еще одну еще еще один щелчок отпускаем щелкаем чтобы зафиксировать нажимаем shift чтобы опять ровно линия шла и приходим к конечной точке правой кнопкой мыши отменяем дальнейшую работу с line и у нас появилась такая линия ну как вы видите линия это еще все-таки не плоскость которая нам нужна давайте мы немножко сюда вытащим чтобы видно было что теперь мы делаем мы можем клоин применить также экструд для того чтобы ее выдавить экструд и примерно на 12000 миллиметров выдавливаем появилась такая заготовочка давайте боксик уже уберем и теперь вспоминайте модификатор shell применяем к этой фигуре именно его и давайте у нас кстати программа запоминает предыдущие показатели давайте мы внутрь этой фигуры сделаем толщинку на всякий случай потому что может быть вы начнете фотографировать так в дальнейшем что будет видно какой-нибудь торец этой плоскости и если она будет с нулевой толщиной будет некрасиво хорошо окей мы видим что тут появилась такая грань может быть некрасиво на рендере но мы проверим если будет это так мы применим скорее всего модификатор turbo smooth либо нарисуем чуть-чуть поаккуратнее важно сохранять на этапе построения все слои то есть вы видите в начале line потом extrude потом shell потому что можно вернуться на предыдущий уровень и немножко подправить так окей хорошо что нам нужно сделать далее далее вам нужно установить визуализатор V-Ray ссылочка на официальную версию есть у вас под этим видео можете найти самостоятельно в интернете и установить именно этот визуализатор мы работаем именно с ним после этого когда вы установили модификатор ну если нужно на это время остановите видео сделайте это действие установите и продолжите потом смотреть мы заходим после этого после установки в рендеринг рендер сетап и здесь мы не будем сейчас проходить все настройки рендера это уже на второй ступени мы вам заготовили готовые именно уже настройки рендера для этой студии вы их опять же скачаете под видео когда вы их скачали запомните в какую папку скачали и нажимая на рендеринг рендер сетап находите пресет нажимаете здесь выбираете лоуд пресет и выбираете настройки рендер студии нажимаете open появляется вот такое менюшка и просит вас загрузить ну спрашивает какие именно настройки загрузить загружайте сразу все они автоматически обычно сразу все выделены нажимаете load все настройки подгрузились хорошо теперь у нас работает визуализатор V-Ray теперь у нас есть возможность создавать источники освещения в V-Ray материалы V-Ray и камеры V-Ray ну давайте делать это итак ну давайте начнем мы с создания источников освещения зайдем с вами во вкладку create выберем lights перейдем через alt w на вид сверху alt w я сейчас нажму клавишу z чтобы масштабировать до пределов основной сцены viewport чтобы я видел всю сцену вот так и теперь выбираю в lights вместо фотометрик V-Ray то есть ищу именно V-Ray не какие-то другие тут вкладочки а именно V-Ray выбираю V-Ray lights это основные lights с которыми работаем особенно в интерьерах нажимаем левую кнопку мыши растягиваем примерно до вот таких размеров и когда мы отпускаем левую кнопку мыши размеры фиксируются далее мультиплиер смотрим в настройках V-Ray lights это у нас сила света оставляем по умолчанию для рендер студии этого достаточно color это цвет мы переключаем место цвета на температуру и ставим температуру давайте мы посмотрим как здесь потому что здесь уже красиво настроено поставим температуру 7500 температура влияет на цвет источника освещения 7500 ok можно скопировать этот источник освещения через клавишу shift мы зажимаем ее и тянем вот сюда через копии настраиваем теперь здесь цвет напишем здесь 3500 вместо 7500 и появляется такой оранжевый цвет я сейчас сравню а здесь у нас 3200 ну давайте поставим 3200 это будет более оранжевый чем сейчас окей хорошо теперь мы эти источники освещения немножко поднимем выделяем их выделяем их через control чтобы они вместе выделились альд я перешел на вид перспективы поднимаю источники освещения примерно так и кручу их разворачиваю с помощью команды rotate ее можно найти либо вот здесь select and rotate либо через правую кнопку мыши rotate я привык работать через правую кнопку мыши потому что это быстро rotate и поворачиваем примерно на 65 градусов этот источник освещения тоже чтобы у вас была привязка к градусам чтобы не было вот такой ситуации вот просто крутим и не можем настроить четко мы нажимаем здесь привязки по повороту примерно 65 градусов вот так это выглядит возможно мы когда трендерим мы захотим немножко поменять высоту источников света их размер но пока этого достаточно далее мы с вами ставим камеру переходим в раздел cameras выбираем место стандартных биры и здесь выбираем Vray Physical Camera переходим снова через Alt-WV на вид сверху Alt-WV чтобы перейти и раскрыть максимально Viewport и здесь ставим камеру ок далее мы поднимем эту камеру на нужный нам уровень через Alt-WV возвращаюсь во Viewport с перспективой через правую кнопку мыши нажимаю Move то есть перемещение и примерно вот так камеру поднимаю теперь настройки камеры выбираю камеры нажимаю здесь Modify то есть настройки и настраиваю следующим образом Film Gate и Focal Length оставляем все настройки проговаривать не буду F-Number оставляем 8 иногда мы меняем здесь настройки чтобы сделать камеру ярче далее далее мы смотрим на виньетирование виньетирование это затемнение по уголкам оно нам не нужно отключаем здесь выбираем Custom и сам баланс камеры сделаем белый Shooter Speed яркость поставим здесь 30 и Film Speed ISO ставим 100 так хорошо окей ну вроде должно быть нормально давайте мы пока перейдем именно в камеру немножко покрутим чтобы перемещаться вот так в камере как я сейчас делаю нужно нажать колесико мыши и просто начать перемещаться хорошо итак ну давайте не забудем о том что сама основная плоскость у нас еще не имеет материала а он должен быть у нас материалом V-Ray для того чтобы настроить материал мы перейдем в материал Editor высветились такие шарики это у нас материалы далее нажмем здесь стандарт если у вас такая ситуация что тут нет никаких материалов нажимаем на треугольничек и здесь выбираем ставим галочки везде Maps Materials Controllers и вот Autodesk материал если все равно не появились материалы и даже может быть у вас все эти галочки стоят то это глюк просто нажимаете здесь галочку ставить напротив Show ok здесь вкладочку Materials открываем здесь материал с V-Ray и выбираем V-Ray Metal вот такой обычный материал у нас серый V-Ray его настройки мы поставим в разделе диффуз который отвечает за цвет немножко посветлее но не полностью белый вот так и применим нажмем на вот такую кнопочку осижим материал есть ну давайте теперь проверим нажимаем на рендеринг и рендер вот так у нас это выглядит мы видим что на картинке не очень светло достаточно темно получилось поэтому я делаю вывод что нужно наши источники освещения немножко поближе сделать к камере перехожу на перспектив отдаляюсь выберу здесь там где all написано lights чтобы выбирать только light сделаю немножко поближе и их еще опущу примерно так опять перехожу в камеру немножко ее отцентрирую и нажимаю рендеринг рендер здесь уже интересней но пока этого я думаю достаточно пока что и так идем дальше теперь сделаем чайничек переходим в раздел геометрии здесь мы выбираем те под вот такой чайничек поставим его на нашу плоскость через ротейт повернем давайте посмотрим примерно как у нас он сделан на картинке бесплатного курса выберу снова выделение всего не только lights сделаю так и немножко отцентрирую камеру вернее ее target то куда она смотрит чтобы это у нас все получилось красивее вот так и саму камеру немножко подвину окей но не забываем снова что чайник у нас пока без материалов просто скопируем этот материал который мы уже сделали для плоскости напишем здесь чайник либо teapot что по-английски чайник поставим цвет помните он оранжевый примерно вот такой еще чуть-чуть краснее и далее нужно обратить внимание на раздел reflection это отражение на второй ступени мы полностью проходим настройку материалов для создания интерьеров и экстерьеров сейчас скажу только то что нам сейчас потребуется сделаем немножко больше отражения за счет изменения этого цвета когда стоит черный это значит отражения нет когда мы ставим белый это значит полностью зеркальное отражение давайте поставим примерно вот 35 примерно вот так нажимаем ok здесь у нас еще и стоит галочка отражения по фресному фресному reflection это отражение в зависимости от угла обзора ну я думаю может быть нам потребуется ее отключить потому что в данном случае это не очень уместно отражение может начать пропадать в каких-нибудь дальних моментах вот здесь на чайничке да но это немножко большая тема тоже так в скорость пока касаюсь на данном этапе ok единственное что поставим subdivs 20 subdivs это качество этого отражения сделаем чуть покачественней и не забываем применять этот материал применили и теперь посмотрим на рендер вот так у нас получается хорошо в целом хорошо но вы видите что у нас чайник какой-то кривой давайте мы ему вспоминая все что мы прошли в этом уроке ранее ему придадим смягчение за счет модификатора turbo smooth так turbo smooth хорошо сделаем чуть-чуть больше отражения было недостаточно и осветительным источником источником освещения сделаем больше яркости вместо 30 50 чтобы стало поярче так проверяем хорошо уже довольно таки похоже но вы видите что камера у нас во вьюпорте показывает одно а на рендере другое давайте я разъясню этот момент то есть вы видите границы другие у рендера нежели на камере во-первых в настройке рендер сетап есть такой раздел output size мы его здесь можем менять здесь у нас стоит 640 на 640 соответственно если мы поставим больше будет больше если мы уберем замочек здесь то пропорции то пропорции менять размеров этой картинки пока что нам это не нужно я ставлю 640 на 640 я просто вам показываю что границы просчета рендера настраиваются здесь но чтобы мы их видели на камере нам нужно нажать shift f вот когда мы так сделали теперь мы знаем как у нас будет все это выглядеть на рендере и тогда я понимаю что мне нужно немножко отцентрировать камеру и сделать ее поближе чуть-чуть пониже если хотите можно ее немножко под наклоном сделать относительно предмета окей и давайте еще раз посчитаем хорошо посмотрим ну вот примерно такая ситуация примерно так это все у нас получилось если вы захотите поэкспериментировать можете поставить источник освещения еще сверху чтобы основная тень появилась от источника который находится прямо сверху чайника отлично вот именно эту студию вы можете уже использовать для заработка на предметной визуализации сейчас я хочу вам рассказать что нам делать дальше перед этим я вам покажу чем мы занимаемся с учениками на второй ступени покажу какие именно картинки они делают но не буду долго говорить о том кто что сделал это все наши ученики прошедшие вторую ступень зачастую и третью ступень лишь расскажу что вот этот базис который вы сейчас узнали он заложен в наши уроки в нашей уроке второй ступени и далее если вы пойдете с нами вы начнете делать вот такие картинки интерьеров экстерьеров и зарабатывать на этих картинках те деньги которые вы поставите для себя целью я вам пока пролистаю потому что здесь есть очень интересные картинки для того чтобы вас вдохновить вы пока смотрите выберите что вам больше нравится интерьер или экстерьер и если вы действительно хотите работать в сфере 3d визуализации либо вы дизайнер архитектор и хотите чтобы ваши работы продавались хорошо для них конечно нужно делать презентацию и если вы желаете чтобы мы вам помогли в этом в принципе прямо сегодня вы можете получить доступ к обучающему курсу второй ступени на второй ступени у нас есть обратная связь вы можете задавать ваши вопросы есть специальная платформа обучающая на которой вы проходите уроки высылаете задания отчеты мы их проверяем получаете зачеты идете на следующий урок дальше есть более 40 сцен они постоянно пополняются от учеников предыдущих потоков так что вы сможете на них посмотреть научиться чему-то уже предыдущих учеников вот такие интересные картинки так что ребята ну давайте подведем итог в общем-то сегодня мы с вами подошли к такой черте когда вы в целом уже понимаете как делать 3D визуализацию вы настроили рендер студию можете уже работать предметным 3D визуализатором рендера в этой студии какие-то предметы вот а если вы желаете чтобы мы вам помогли создавать вот такие картинки которые вы видите сейчас чтобы мы с вами прошли и построение коробки для интерьера и экстерьера и создание материалов визуализаторе V-Ray создание света рендера просто обработки в фотошопе итоговой картинки то добро пожаловать на вторую ступень кликайте по кнопочке и записывайтесь на курс и мы с вами уже увидимся в скором времени на второй ступени нашей школы с вами был Данил Ветров всем счастливо всем крутых рендеров и до встречи субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok